Гетфан на связи! Это видео я делаю для богачей, трюмы которых набиты углём, свободным опытом и дублонами. Они вам очень пригодятся, потому как сейчас я расскажу вам про 5 кораблей, которые лучше побыстрее выкупить, пока есть такая возможность, чтобы вы потом не кусали себя за локти. Жми лайк, если тема нравится и напиши комментарий в знак поддержки. Встречайте обновленное приложение, которое позволяет бесплатно получать дублоны! Выполняйте простые задания и выводите дублоны напрямую в игру! Вводи мой реферальный код при регистрации и получи бонус от меня! Ссылка на скачивание в описании! Ну а сейчас ремарочка. С фигари я вообще про это решил говорить. Может быть продался картохи? Меня приняли обратно в контрибуцию и теперь необходимо толкать премы? А может быть я просто получаю процент от продаж? Хм, ну от процента я бы конечно не отказался, но рыбка вряд ли созреет делиться. А в контрибуции не любит принципиальных, так что на все эти вопросы я смело отвечаю нет. Дело сейчас в том, что в блоге разработки вышла новость о выведении пяти кораблей в патче 21 года 0.10.1. Выводит их на неопределённый срок, а по примерам Миссури, Мусаси и других мы понимаем точно, что покупать их скорее всего надо сейчас или потом уже вряд ли получится. А некоторые из этих кораблей действительно могут вам приглянуться и это видео я делаю для того, чтобы вы поняли какие корабли кому приглянуться. Ну а теперь поехали! Британский линкор Тандеров. Про него, кстати, скоро будет отдельный обзор, так что если хотите узнать подробнее о нем, то подписывайтесь по красной кнопочке внизу. А сейчас я дам суть очень коротко. Тундра – это халтура от разрабов в чистом виде. Ведь раньше на Конкуроре, как и на Кюрфюрсте, был выбор орудий 406 и 457 мм. Две эти комплектации отличались в геймплее тем, что 406-ки имели наивысший выжигательный потенциал за счёт количества снарядов в залпе, а 457-мм конь имел лучшие показатели пробоя и мог кошмарить крейсера и линкоры в борт даже на дистанции. Но потом хитрый геймдизайнер подумал, а зачем выдавать на халяву игрокам сразу два корабля и выпилил возможность выбора стволов у коня, и в 0.8.8 все смогли купить супер коня Тандерер за 252 тысячи угля, к которому и ушла крупнокалиберная артиллерия коня. В принципе, Тундра, друзья, это тот же самый конь. Не самое жёсткое бронирование, но высокая живучесть за счёт маскировки и хилки, сам же Тундра рвёт своей артиллерией в основном за счёт ужасающих «помощь фугасов». И сейчас вопрос, а стоит ли торопиться взять Тундру? И я вам отвечу неожиданно, что скорее да, чем нет. Ведь налёт имбовости у Тундры всё-таки присутствует, но вы явно должны понимать, что без анализа в бою и без рационального выбора боеприпасов под ситуацию, на Тундре вы скорее всего будете давать худший показатель в бою, чем делали это до этого на коне. И вот в этом случае вам лучше всё-таки экономить уголь и купить что-то другое. Но если вы линкоровод, и вам интересны только линкоры, и в бою вы анализируете ситуацию и выбираете снаряды рационально, то вам точно стоит рассмотреть Тундру к покупке. В борта линкорам на дистанции и крейсерам Тундра при везении может выдать более внушительный урон, чем делает это конь. А ещё у Тундры есть заградка, так что жизнь на дистанции в боях с авиками будет заметно более простой. Тундра огрызается от авиации и точно не выглядит с шведским столом, как конь. Ну и есть ещё небольшой нюанс хилки. Они у линкоров разные. Тундра хилит не так неистово, как конь, но снаряжение у Тундры больше и перезарядка меньше, так что если особо не геройствовать, то живётся на уровне коня плюс-минус. В общем вердикт такой. Линкороводам с рациональным подходом к выбору боеприпасов и любителям дистанционного боя рекомендации к покупке присутствуют. Всем остальным, наверное, нет. Также выведут из продажи Смаланд, эсминец который является по сути артиллерийской версией прокачиваемого эсминца Халанд. У Смаланды есть РЛС, позволяющая более эффективно тушить эсминцы и лучшее время перезарядки ГК. Причём так же, как у Халанда, тут есть быстрые торпеды, хорошее ПВО, маскировка, ну в общем-то все те самые дела, по которым вам может быть когда-то понравился Халанд. Но справедливости ради отмечу, что торпеды у европейцев слабые по урону, а у Смаланда их меньше на 2, чем у Халанда. К тому же идут они на 3 км меньше. Также у этого эсминца нет заградки, так что люстру он сбивает заметно дольше, чем Халанд. А учитывая, что корпус эсминца большой, а гребсти Смаланд при неблагоприятных условиях может от души. Как пример покажу вам вот такую ситуацию с Халандом. И что-то мне подсказывает, что у Смаланда таких ситуаций случается намного больше. И опять же я отмечу, что отсутствие дымов многих эсминцеводов не без основания отпугивает. И ладно бы, этот эсминец имел хотя бы какие-нибудь еще специфичные уникальные плюсы, или хотя бы фармил. Но нет, корабли 10 уровня особые, они акционные и фарм потенциал у них меньше, чем у премов 9 уровня, а стоит он целых 2 ляма свободки, что вдвое дороже тех самых премов 9. В общем, рекомендации покупать только большим любителям европейской техники и коллекционерам, которым достаточно того, чтобы Смаланд просто стоял в порту и так бы он вас радовал. Ну а всем, кто хочет неповторимого геймплея и нормальный ценник, лучше Смаланд все-таки отпустить, но не нужен он вам. Ну а если у вас есть хотя бы лям свободки, то посмотрите в сторону Аляски. Прем-крейсер США 9 уровня. Из имеющихся сейчас в продаже линейных крейсеров, этот крейсер действительно очень неплохой. У корабля достойный запас живучести за счет наличия жира и утопленной цитадели, которую не так уж и просто вытащить бронебойным залпом. Универсальный баланс у крейсера между бронебойным и фугасным залпом. То есть оба вида вооружения тут хоть и не лидирующие на уровне, но достаточные для того, чтобы радовать вас в ряде условий. К бронебойке, к примеру, имеют льготные углы рикошета и высокий урон с пробития, так что картоны бортоходов ими приятно наказывать. Нужно только будет немного привыкнуть к специфичной баллистике, ну а дальше, дальше, поверьте, вы начнете кайфовать. Ну а если на фланге все вас опасаются и не подставляются, то заряжаем фугас и жарим. Не лучше всех, но вполне себе достойно за счет шанса на пожар. Также для линейного крейсера тут достойная маневренность за счет быстрых рулей и ПВО, а также есть габ и долгий РЛС, способный огорчить эсминцеводов. В общем, по набору характеристик, я бы в итоге не сказал, что Аляска это какая-то имба, которую обязан купить каждый, но для крейсероводов, которые умеют или хотят научиться реализовывать фланговые атаки с бронебоек и охоту за эсминцами, корабль купить стоит. Он фармит, побеждает и доставляет удовольствие. Линкороводам, которые любят порой тоже выходить в атаку и захватывать точки, Аляска тоже может зайти, за счет чего у него приятная живучесть и неплохой потенциал, как в дистанционном бою, так и в сражении за точку. Но лучше все-таки глянуть в сторону Жоры, которого тоже выведут из продажи. Этот премиумный линкор девятого уровня распространяется за уголь и в принципе тоже является очень годным фармером, но со специфичными особенностями геймплея. Высокий дистанционный потенциал корабль получает за счет калибра 457 мм, которые могут раздавать по щам в борта и при этом у линкора отличное время перезарядки. Но стволов мало и потому необходимо реализовывать именно точные залпы и компенсировать ими вес залпа. 6 стволов это конечно мало для девятого уровня, я тут вообще не спорю. С другой стороны порой так с 6 стволов прилетает, что становится понятно, что все неплохо. То есть вот одна цитаделька, то есть одной цитаделькой ты можешь сделать очень много, то есть даже у Мусси не такой цитадельный урон. По линкорному корабль по живучести имеет ряд недостатков, которые лично мне не заходят. ХП у него мало и достаточно высокая уязвимость перед выжигателями. Но если играть в геймплей аляски, то есть держаться на дистанции вплоть до полной уверенности в безопасности продавливания, то Жора в принципе ничего так. Высокая скорость, особенно под форсажем, неплохая как для линкора маневренность и быстрая перезарядка ремки дают шансы на жизнь в рандоме и отличную динамику передвижения по карте, что иногда может стать решающим фактором. Но что особо приятно и на чем точно нужно сконцентрировать внимание, так это на том, что у Жоры есть ПМК, который может компенсировать малый вес залпа в заключительном этапе сражения, когда нам будет не так уж страшно подойти на дистанцию ПМК. Ну и также, как у всех других американцев, тут есть очень неплохое ПВО. В общем, я думаю, что Джорджия – это хорошее приобретение, если вы любите Аляску, но вам хочется более взрослый линкорчик для такой же тактики. Дистанционный настрел с последующим выходом в пике и захват ключевых объектов. Но справедливости ради я просто обязан сказать, что Жора сложнее Аляски и куда более критично относятся к вашим ошибкам. Так что будьте готовы, что нагибать одной кнопки на этом корабле, как на тундре, у вас не получится. А еще что очень-очень странно, из-за номералтейства пропадает американский линкор Массачусетс 8 уровня. Очень часто я его рекомендовал к покупке всем любителям ПМК, и лично я без сомнений купил бы его в порт еще раз, если бы у меня была такая необходимость. Ведь среди особенностей корабля можно отметить отличную живучесть, причем во всех направлениях. Жира достаточно, а броня спасает, если не торговать ромбом перед одноклассниками. У линкора есть отличное ПВО, отличное ПТЗ, бонусное время перезарядки и хилки и отличные маневренные качества. В общем, это просто мечта линкоровода продавливания, ведь тут есть еще и отличная ПМК. Из недостатков, наверное, отмечу посредственную точность на дистанции и отсутствие гапа, который ну прям очень бы пригодился в тактике продавливания. Ну и еще тут есть уязвимая с борту цитадель, так что если вы подставляетесь, то огребаете на половину лица не меньше. Но я считаю, что с этими минусами жить можно, и при этом можно уверенно давить. Просто нужно смотреть налево и направо почаще, чтобы нечаянно не подставить борт. И потому корабль, я считаю, стоит своей покупки, если вы рьяно любите агрессивный геймплей и умеете в этом геймплее сохранять корабль. Кстати, для рангов 8 уровня Массачусетс подходит чуть ли не идеально, но чтобы быть уверенным в покупке на 100%, я рекомендую вам за эти три месяца попытаться прокачать и заценить геймплей бисмарка. И представить во время игры, что вместо слабых 380-мм орудий на линкоре стоят злые 406-ки с мощным бронебойным залпом. И если вам понравится такой геймплей, то берите Массачусетс еще до нового года, не пожалеете. Ну а если вам по фану будет дистанционная игра, то лучше все-таки довольствуйтесь дальше норкой и сэкономьте дублоны на этой покупке. Ну а на этом все, надеюсь мои доводы были полезны вам, и вы сможете после просмотра этого видео точно определить, какие корабли, выводимые из продажи, вам нужны, а какие точно нет. Если так, то жмите смело лайк, подписывайтесь на канал и активируйте колокол, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Знаете, что благодаря вашей активности, видео на моем канале выходят чаще. Спасибо вам за активность, я желаю вам не болеть, ну и конечно, до связи. Пока-пока!